Одна из вещей, которую мне всегда нужно носить с собой, это платочек. Мне необходимо иметь его. Это стыдно. Иногда я пытаюсь скрыть свои слезы. Когда мне было 9 лет, моя мама, я, мои младшие брат и сестра сели в самолет из Флориды, где мы жили, и отправились в Филадельфию. Все, что я знал, это то, что я никогда больше не увижу своего папу, потому что они разводились. Мы жили с моей двоюродной тетей, моей прабабушкой, моим двоюродным братом и, конечно, моим младшим братом, сестрой и матерью. Во многих отношениях это была сумасшедшая семья, но это была еврейская семья. У нас было много веселья. На самом деле, мы даже праздновали с ханукальной елкой в рождественский сезон. Было необходимо ходить в еврейскую школу, было необходимо ходить на шаббатные служения, чтобы пройти бар митву. А как только ты прошел бар митву, ты свободен. Таково было мое понимание. Когда я был ребенком, антисемитизм процветал. Были белые дети с крестами, с которыми нужно было быть осторожным. Обычно заканчивалось тем, что я убегал в другом направлении, потому что в моей школе надо мной издевались. То есть было так, что были евреи и были язычники. Потому я, естественно, научился держаться подальше от креста. И вот почему мне было так любопытно. Что такого есть в новом Завете, что заставляет людей так вести себя? Я задавал много вопросов и узнал много описаний. И обнаружил, что Новый Завет был написан евреями, что шокировало меня. И что Иешуа — Иисус, по сути, еврей. Иисус — еврей. Минуточку. Новый Завет также был написан евреями. Что? Апостолы были евреями. Что? Я не мог поверить в это. Потому я начал читать все, что попадало в мои руки. И узнавал как можно больше об этом. Я понимал это здесь, в голове. Но определенно не здесь, в сердце. Я закончил колледж, закончил стоматологический факультет, а затем резидентуру в анестезиологии, которая мне очень нравилась. Но опять же, я был очень занятым и увлеченным. И я помню, как думал, если мне когда-то в моей жизни понадобится Бог, я просто вернусь к нему. Произошло кое-что, чего я не мог контролировать. Это было четыре года назад. Мой сын Даниэль умер. Ему было 23 года. И он не просто умер в один момент. Мне пришлось провести пять дней у его кровати, пока ему становилось все хуже, хуже и хуже. И так у меня было много времени для молитвы. Это было совершенно вне моего контроля. Я не мог исправить это. Я ничего не мог сделать, только молиться. Я помню, как говорил Богу, если ты мне когда-нибудь понадобишься, я вернусь к тебе. На самом деле это не в точности те слова, которые я использовал, но такими были мои мысли. Это подтолкнуло меня. Я имею в виду, что я в буквальном смысле был на коленях. Это не было добровольно. И когда мне нужно было попрощаться с ним, зная, что это все, я не мог ходить. Я привык все контролировать. Я привык справляться со всем. Это было то, что я абсолютно полностью отдал Богу. Я попросил у Бога пару вещей. Я сказал, пожалуйста, я не хочу, чтобы его смерть уничтожила мою жену и моего второго сына Исаака или мою жизнь. Я видел очень многих людей, которые стали жертвой этого. Я просто попросил его о крепости, о его силе просто пройти это. И я также попросил, если возможно, если это возможно, пожалуйста, нам нужно, чтобы это обратилось в добро. Каким-то образом из этого должно выйти что-то хорошее, и только ты можешь сделать это. У Даниэля была депрессия большую часть его жизни. И когда он повзрослел, он обнаружил, что наркотики дают ему временное облегчение этой депрессии. Именно грех был тем, что убило моего сына. И грех был в мире. И это просто отразило грех в моей жизни. Я пришел к пониманию, что по-настоящему означает принятие Иешуа в моей жизни. Я знал, что мне нужно как бы отложить свою волю в сторону и начать исполнять Божью волю. Потрясающего мира, который я переживал, было бы достаточно. Но то, что он делал в моей жизни, насколько сближал нашу семью, мы все выросли и продолжаем расти, продолжаем быть благодарными, и продолжаем благодарить Бога за Его работу в нашей жизни, за такие большие изменения, за то, что он сделал нас способными радоваться. Я также испытываю намного больше сострадания к людям, которые пережили потерю. Я могу сидеть с ними и просто молчать, просто молиться с ними и предлагать им утешение. На многих различных уровнях я по-настоящему благословлен. Я горжусь тем, что Даниэль принял решение быть донором органов и дать другим людям продолжение жизни. Я имею в виду, что Он сделал это, думая о других. И Иешуа тоже умер, только Он умер добровольно, чтобы мы могли иметь жизнь и иметь ее с избытком. Неважно, кто мы, где бы мы ни были, что бы мы ни сделали в нашей жизни, нет настолько большого греха, который Он бы не мог простить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok